Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Обвинительное заключение в отношении незаконно задержанного в аннексированном Крыму Евгения Панова зачитали в подконтрольном Кремлю в Верховном суде аннексированного Крыма. Об этом ЮЭТВ рассказал адвокат Панова Дмитрий Динзе. Сегодня состоялось первое судебное заседание по сути. Оно проходило в закрытом режиме, не пустили даже родственников. Также адвокат отметил, в материалах дела появился секретный том. Секретный том – это засекреченные свидетели, которые имеются по уголовному делу и которых секретили постановлением следователя еще в стадии предварительного расследования. И с личностями свидетелей нас не знакомили. Но сегодня в судебном заседании огласили обвинительное заключение. В части ФА было обвинение в отношении Панова. И после чего спросили его мнение по поводу обвинения, которое было ему предъявлено по трем статьям Уголовного кодекса. Он вину свою не признал в полном объеме и, соответственно, заседание потом отложили, потому что не пришли свидетели по уголовному делу. Жители Энергодара Евгения Панова российские силовики задержали в аннексированном Крыму в августе 2016-го. По версии ФСБ России, Панов – сотрудник украинской разведки и возглавлял группу так называемых украинских диверсантов, якобы готовивших теракты на полуострове. Министерство обороны Украины эти обвинения отрицает и называет провокацией российских спецслужб. Семь раз в полуночи российские наемники открывали огонь по украинским позициям в зоне проведения антитеррористической операции, рассказал спикер штаба Олег Сушинский. Из пулеметов и бронетехники оккупанты обстреливали водяное в Приазовье, из гранатометов и пулеметов Авдеевку и Маринку. В течение прошлых суток в результате обстрелов ранен один защитник, еще один травмирован. Российские наемники 59 раз открывали огонь по украинским позициям, использовали вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В частности, из миномета 120-го калибра обстреляли Павлополь, Лебединская, Новотроицкая, что на побережье Азовского моря, а также Светлодарскую дугу. На Луганском направлении агрессор применил запрещенные 120-мм минометы по защитникам Луганского, Троицкого и Светлодарска. Кроме этого, вблизи Луганского и Светлодарска боевики вели огонь из минометов 82-го калибра, неподалеку Новолуганского и Новгородского, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а из вооружения БМП под Луганским и Троицким. Украинских рыбаков в Азовском и Черном море могут задержать российские провокаторы. Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщает пресс-центр штаба АТО. Россия активизировала деятельность погранслужбы Черноморского флота, укрепила группировку кораблей в акватории морей. В штабе предупреждают украинских рыбаков о возможных провокациях. Условия контракта по транспортировке газа по территории Украины в Европу российский «Газпром» не соблюдает и постоянно держит пониженное давление, сообщили в «Нафтогазе» Украины. В прошлом году «Газпром» поддерживал контрактное давление всего 45 дней, а в этом только раз. Несмотря на такие действия «Газпрома», украинская компания обеспечила весь транзит в Европу, отметили в компании. Напомним, в марте в «Нафтогазе» сообщили, планируют новый арбитраж, чтобы доказать недополучение средств через заниженную стоимость транзита газа по территории Украины. В течение последних девяти лет Украина недополучила около 20 миллиардов долларов, заявили в компании. Российский журналист Максим Бородин, написавший о разгроме отряда «Вагнера» в Сирии, умер в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Радио Свобода». Он скончался от тяжелых травм, полученных 13 апреля, при падении из окна своей квартиры на пятом этаже. Его коллеги из информагентства «Новый день» допускают, смерть могла быть не случайной. Максим Бородин был среди журналистов, которые первыми рассказали о гибели бойцов частной военной компании «Вагнера» в Сирии после авиаудара Международной коалиции 7 февраля. Тогда, по разным данным, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек, включая граждан России. Немедленного независимого расследования химатаки в сирийском городе Дума требуют министры иностранных дел Евросоюза. Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании в Люксембурге. Совет министров ЕС назвал неприемлемым использование химического оружия и заявил, что это нарушает международное право и может быть признано судом как военное преступление. Химическая атака в Сирийской Думе произошла 7 апреля. Бомбы с химикатами сбросила правительственная авиация. В ответ на это Соединенные Штаты, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по предполагаемым складам с химоружием и его производственным мощностям в Сирии. Увидев то, что произошло в Думе 7 апреля, мы понимаем, что действия, которые были совершены Францией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами в виде откалиброванных и пропорциональных ударов по химическим мощностям Асада были абсолютно правильными, абсолютно правильными для Британии и для всего мира. Летучие мыши, спасенные харьковчанами, обрели свободу. В Харьковском экопарке на волю выпустили 2500 особей. Летучих мышей, найденных по всей Украине, всю зиму выхаживали в центре реабилитации. Теперь они готовы вернуться в природную среду обитания. Посетили экопарки мои харьковские коллеги. Перед тем, как всех летучих мышей выпустить, мы их покормили напоследок, чтобы у них был запас питательных веществ, чтобы они могли найти убежище или полететь куда-то. Сотрудники центра реабилитации рукокрылых успокаивают неравнодушных посетителей. Взрослые волнуются, что летучие мыши улетят голодными, дети что укусят. Ну, понимаешь, как коты, коты тоже кусают животных. Я не люблю. Ну, если ты будешь аккуратно себя с ним вести и держать его в перчатке, он не укусит. Впервые в жизни маленькая Таисия держала в руках летучую мышь. Девочка говорит, мышей очень любит, но было страшно. Объясняет, мышка оказалась слишком прыткой. Страшно было выпустить? Ну, чуть-чуть. Почему? Потому что она выбегала с рук. Словить было невозможно почти. В этом году зимовала в центре реабилитация, затем было выпущено рекордное количество рукокрылых. Из более двух с половиной тысяч особей только половина из Харькова. Днепропетровская область и Луганская область. Днепропетровская область и Луганская область. Очень много летучих мышей из других городов и даже из всей Украины. Самая далекая находка из западной Украины. Нам поездом доставили травмированную мышь. Самая большая группа за весь период реабилитации была передана из Харькова. Это было тысяча вечерниц, которых нашли во время ремонта балкона. Среди всех мышей есть одна особенная. Это лесной недопырь. Он очень маленького размера. Он приехал из Одесской области к нам. Был обнаружен неравнодушными людьми в состоянии не спячки зимой, что очень не характерно для этого вида. Они могут проводить летнее время в нашем климате, но зимовать они перелетают в более теплый регион Украины. Там, где есть более подходящие для них условия. Некоторые мыши еще останутся в центре реабилитации. Их надо подлечить и подкормить. София Бабок, Антон Авежас, Харьковская область, UATV. Актуальную информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова